Приветствую! За сегодняшний день, даже за вот эти полдня, уже получил массу сообщений и в личку, и в комментариях в телеграм-канале с одним и тем же вопросом. А что инвалидов третьей группы будут призывать? И некоторые даже люди поскидывали мне ссылки на публикацию, где адвокат говорит о возможности призыва на воинскую службу в связи с мобилизацией в Украине инвалидов третьей группы. Это видео, этим видео хочу успокоить вас. Вот данная статья, которую вы скидываете, это репост статьи годичной давности, на мой взгляд. Вот адвокат Либерман еще, на мой взгляд, прошлым летом, в 2022 году давал комментарии и говорил о возможности призыва людей с инвалидностью третьей группы. Но это было еще год назад и говорилось лишь о потенциальной возможности. На сегодняшний день, в октябре месяце 23 года, статья 23 закона Украины о мобилизации никаких изменений в этой части не претерпела. И как раньше люди с инвалидностью третьей группы имели право на отсрочку и право на выезд из Украины, так они и сейчас имеют. Вот на данный момент, на момент выхода этого видео, для людей с инвалидностью, независимо от группы, есть право на отсрочку и на выезд из Украины. Ничего не изменилось, так что будьте спокойны, все нормально и никаких законопроектов, которыми бы предлагалось изменить статью 23 и забрать отсрочку от мобилизации в Украине у людей с инвалидностью третьей группы, просто нет. Поэтому все спокойно, без паники, ну насколько это может быть вообще спокойно. Но надеюсь в свете отсутствия таких действительно позитивных новостей, то я надеюсь, что это видео будет хоть сколько-либо таким маленьким позитивчиком, да, либо ну хотя бы не негативным, да. Как бы, как говорят, да, что отсутствие плохих новостей это тоже хорошая новость. Вот здесь есть отсутствие вот этих самых плохих новостей. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube канал, также заходите на мой Telegram канал, ссылочка есть на него в описании к данному видео и там можем с вами пообщаться. Все, я вам желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.